и скажет когда начинать можно начинать да так ну хорошо значит у нас сегодня пойдет разговор о солнце его активности его воздействие на землю то что сегодня мы называем понятием космическая погода ну вот прежде всего следует сказать о солнце как звезде вот значит и положение солнца нашей галактики значит вот здесь показано наша галактика спиральными насти и центр и вот положение солнца указано что значит такое расстояние до центра млечного пути вот период вращения значит вокруг центр галактики вот этот вот примерно 200 25 250 миллионов лет скорость сами понимаете огромная 107 17 километров в секунду это как бы все вращается солнце вращается вместе с межзвездной средой вот и значит вот это место значит где находится солнце вот она так описывается это значит вот находится во внутреннем рукаве края рукава ориона между рукавом пересея рукавом стрельца так называемом местном межзвездном облаке области повышенной плотности расположены в свою очередь в имеющем меньшую плотность местном пузыре то есть распределение межзвездной среды она неоднородна и вот есть с одной стороны уплотнения с другой стороны из пузырь его там находится наше солнце вот теперь значит что касается солнца как звезды то это значит в общем то обычная звезда довольно небольшая по классификации это вот карлик спектрального класса g2 желтый карлик и это звезда третьего поколения что это означает но мы знаем когда вот значит согласно современной теории происхождения так сказать вселенной был взрыв и потом начало рождаться вещество во вселенной и потом оно начало фрагментироваться за счет самогравитации образовывались возмущения и там где их плотность было больше они как бы больше притягивают и таким образом возникает такая как бы грационная неустойчивость и все фрагментируется все вот значит одна первоначально однородное распределение вещества начинает фрагментироваться ну и как мы знаем это в итоге привело к чему что сначала значит образовались то что мы называем скоплениями галактик внутри образовались галактики дальше фрагментация привела к тому что дальше образовались еще сгустки которые мы потом назвали звездными скоплениями в этих скоплениях образовались звезды вот из вещества вот и эти звезды начинали жить и они взрывались не все но некоторые вот и вот звезда третьего поколения означает что вот это первоначальное вещество было сжато звезду звезда это взорвалась и вещество было выброшено опять межзвездная межзвездный газ и поскольку она была уже в газе и сжималась то химический состав он изменился по отношению к тому что к тому облаку из которого первоначально образовывалась звезда потому что там в центре высокое давление и большая плотность температуры и шли ядерные реакции синтез и из водорода образовываю ядра сжимались образовывать более тяжелые элементы вот значит и значит потом значит уже вот из этого вещества опять образовалась звезда насчет гравитации и опять взорвалась и вот солнце это уже вот как бы звезда третьего поколения которая вызывалась из вещества которые же два раза побывала звездах и таким образом значит здесь солнце есть тяжелые элементы потому что значит это вещество уже сжималась несколько раз начну так устроено наше солнце значит вот в центре происходит термоэнер реакции там сидеть увидите вот большая плотность 160 раз больше чем плотность воды вот 10 7 температура вот то есть все реализовываются все условия для термоэнер реакции это в общем то те реакции которые мы хотим получить на земле но нам это не удается потому что не удается удержать вот это вот горячую плазму высокого давления вот те условия которые там реализуются на земле очень трудно ну создать можно но удержать трудно поэтому строится вот эти такомаки и пытаются удержать магнитном поле плазма оказывается очень неустойчиво изворотливая и она все время наравит значит уйти из области нагрева выпроситься на стенки и никак не удается и и вот вот сжать вот так как она сжимается в солнце где она удерживается естественным путем за счет гравитации солнце значит находится в равновесии как плазменный шар за счет равенства сил гравитации которые сжимают его к центру и сил давления вот эти условия на земле создать невозможно начну и значит солнце она значит солнце газовый шар и поэтому на что если вот мы аналогии пройдем с капли и и пони стук на насчет дрожать и вот эти колебания называются глобальными колебаниями значит ну можете представить как это может быть что-то они здесь эти колебания показаны одни иначе так называем же моды сосредоточенным в окрестности центра прижаты к центру а другие вот моды а это вот такие вот мы там потом посмотрим фильм вот и об этих значит наблюдая эти колебания мы можем имея определенное предположение о модели о внутреннем строении мы можем собственно это внутреннее строение изучать потому что есть только два метода заглянуть в недра солнца это вот гелиосейсмология то что это называется и нитрин которая рождается вот в результате терморальных реакций уходит из солнца и вот в частности вот на боксанской например обсерватории но регистрируется и потоки этих нитрин они находятся в соответствии с теоретическими представлениями о том значит как значит какие реакции должны идти и это все совпадали вот значит в центре выделяется большая энергия значит терморных реакций и эта энергия распространяется во внешние свои вот пространство от ядра до значит направление от внешним значит краем солнца называется рейтсонная зона вот в этой области фактически нет никаких движений очень плотное вещество и свет диффузионным образом распространяется потому что происходит поскольку плотность очень большая то и пробег фотона очень маленький поэтому потом идет встречает атомы значит и электроны протоны и рассеивается перезвучается и это есть процесс диффузии и это свет идет миллионы лет вот за счет того что здесь как бы такой очень значит плотное вещество но потом вот этот перенос энергии становится более выгодной поскольку плотность падает перенос энергии из метр становится более выгоден за счет конвекции это как вода кипит в чайнике у нас идет очень большой поток и вот на некотором расстоянии более выгодно отводить тепло просто движение вещества и возникает вот конвективная зона вот здесь вот конвективная зона ну а дальше значит у нас идет там переходный слой хромосфера переходный слой корона солнечный ветер обо всем этом мы сегодня поговорим ну вот это вот такой разрез солнца который показывает что есть вот это ядро есть радиационная зона и вот это есть конвективная зона это так называемые ячейки беннера вы понимаете что это разрез сферы и это значит они имеют объемный вид эти ячейки значит ну вот я не знаю значит наверно можно показать фильм как в качестве пробы почему-то недолго запускаются значит эти фильмы да ну вот значит это это иллюстрация так так почему-то я чё-то не то сделал так сейчас куда-то это ушел на задний план наверное а вот это да вот я хотел просто большой экран если это вот вот идут эти термальные реакции сливаются атомы ядра водорода и вот таким образом формируется высокая температура ядро и вот эта вот структура которая значит я рассказывал начнут это более укропненно показано значит значит здесь вот значит ядро традиционной зоны и вот эти вот конвективные ячейки которые переносит тепло то есть вот так она устроена в центре вещество поднимается вот здесь вот она поднимается и потом растекается по краям это ячейка беннера вот и есть многоярусность в этой конвекции то есть ячейки разного размера по высоте вот и это проявляется на поверхности вот в том что маленькие вот такие ячейки они нам дают грануляцию вот и есть более большего размера и есть даже вот и чеки супер гранулы то есть если так усредненно посмотреть то на солнце можно увидеть вот такие мощные большие супер гранулы по фактически с размером равном конвективной зоны глубине конвективной зоны а это размер порядка 1 1 3 солнечного радиуса значит ну вот так значит солнце на честно оно вращается не дифференциально поскольку это то есть не как твердое тело поскольку это газовый шар и это связано так сказать ну просто вот с переносом углового момента в таком газовом шаре и как бы распределением сил сил в вращении сил в гравитации сил давления и креолисовых сил значит вот здесь значит красным показана скорость больше средней желтым и синим это угловая скорость меньше среднего вот и мы видим что угловая скорость вращения солнца зависит от глубины и от широты если мы будем на поверхность смотреть мы увидим что угловая скорость при движении по лесу падает вот и очень большая скорость на экватор вот но кроме вот такого вращения дифференциального когда омега зависит от радиуса и от широты есть еще значит так называемая меридиональная циркуляция вот по всей глубине конвективной зоны есть вот такое течение такая такой вихрь вот значит от полюса от экватора к полюсу потом вещество падает на опускается на дно идет по дну и опять возвращается и вот это циркуляция играет очень важную роль солнечном цикле потому что она переносит магнитные поля к экватору от экватора к полюсам где происходит пересеет переполюсовка магнитного поля смена знака и вот в 11-летнем цикла и начинается новый цикл начну это вот еще один разрез значит солнце показывающий более четко как расплена угловая скорость я уже сказал что красная это больше среднего желтая это меньше а голубой это еще меньше и все это основано на наблюдениях вот солнца значит вот с орбиты земли то есть находясь в плоскости клиптики и поэтому мы не можем видеть поля значит полярные области и соответственно судить более четко точно сказать а какая же там угловая скорость для этого нужны соответствующие наблюдения из вне плоскости клиптики и такие космические проекты разрабатываются начнуты эти снимки иллюстрируют глобальные колебания солнца когда она дрожит как капля и могут быть разные моды вот можно просто сжать шар можно его как бы как квадруполь вот а вот высокие гармоники вот они вот показаны вот допустим на этом рисунке то есть в результате значит получается что вот эти области допустим красные это вещество движется на нас а синие это вещество делится от нас вот такого рода колебания и соответственно это проявляется в яркости вот значит одни области более яркие а другие области менее яркие и вот это видно как бы на поверхности солнца вот в разных масштабах разные моды вот такое пятнистое солнце это есть глобальные колебания значит вот этот фильм значит он нам покажет сейчас как эти глобальные колебания в данном случае по моду которые естественно обнаружены изучены в отличие от жемот которые значит пока не обнаружены вот же моды я сказала и прижаты к ядру солнца вот идет распространение насчет с одной длиной волны вдоль это значит вблизи поверхности они глубоко не проникают они идут отражаются и вот здесь мы видим соответственно либо повышение плотности либо яркости либо понижение а вот это длина волны большая красная и они идут проникают глубоко до ядра и соответственно вот изучая вот эти значит моды с разной частотой не разной длиной волны мы можем таким образом используя определенные теоретические представления строить модели значит внутреннего строения солнца и значит вот эти наблюдения этих колебаний нам дают вот экспериментальная как бы согласие или несогласие с нашими моделями начну солнце как известно магнитная звезда и ее общее магнитное поле имеет форму диполя вот и магнитное поле в мороженое солнечную плазму это означает что магнитное поле следует движению вещества если как-то вещество держится то магнитное поле мороженое оно движется зависит от того в каждой точке как движется какую скорость имеет эта точка вот поэтому если мы посмотрим вот на эту картинку это вот дипольная показана та часть дипольного поля который внутри солнца поле не проникает глубоко оно только сосредоточено в конвективной зоне вот то что что мы видим что вот экватор как мы уже знаем вращается быстрее чем высоко широтные области но это придет вот такой картинки что вот эти силовые линии будут выпуск они в мороженое они будут уходить вперед будут образовываться вот такая картинка значит поле будет закручиваться вот и вот этот фильм он нам покажет действие солнечного динамо основанного на дифференциальном вращении как значит магнитное поле взаимодействует с этим дифференциальным вращением что с ним происходит естественно значит она начинает усиливаться вот в конвективной зоне вот этот процесс не может бесконечно продолжаться потому что энергия вращения колоссальная по сравнению с магнитным полем и она усиливает поле очень сильно и она становится в какой-то момент неустойчивым и поле начинает всплывать за счет эффекта магнитной плавучести этот эффект стоит в том что если мы рассмотрим плазму и плазму с магнитным полем гравитации то в области где есть магнитное поле плотность будет меньше потому что магнитное давление магнитное поле имеет давление а плотности не имеет магнитные поля можно рассматривать как практически это как пузырь будет и и поэтому он начинает за счет силы архимеда просто всплывать и вот этот процесс здесь показан значит еще раз значит вот поле усиливается усиливается и потом она вот становится неустойчивым по отношению к вот образуется значит поле выходит из конвективной зоне на поверхность солнца образуя как мы знаем активные области и солнечные пятна это вот такие арки обычно и это поле еще скручены потому что там есть конвекция здесь идет конвекция и она вот эти силовые линии которые под фотосигна и закручивать и бывают уже такие скрученные жгуты на поверхность солнца конвекция закручивает дифферциальное вращение усиливает вот это изображение поверхности солнца полученная с космических аппаратов вот вы видим насколько сложная топология магнитного поля вот значит ну вот например здесь видно что магнитное поле является многосвязанным то есть если из какой-то области солнечного пятна уходит выходит трубка магнитная то она может замыкаться на несколько источников вот и когда вот такая магнитная конфибурация начинает деформироваться за счет движения источников то в ней возникают очень сложные топологические процессы значит магнитные потоки разделяются поверхностями предельными силовыми линиями и поверхностями и вот при движении значит на этих предельных силовых линиях и поверхностях образуются токи токовые слои и они являются причиной активных явлений солнечных вспышек и и выбросов массы вот этот фильм показывает так называемый магнитный ковер этот снимок был получен спутником трейс с высоким пространственным разрешением потому что это наблюдение были участка поверхности не всего солнца всего солнца получить такую такую решение удается а вот для части поверхности вот получена такая картина видите что практически вся поверхность впечатлена вот этими магнитными полями арками то есть мы уже продвинулись с вами от ядра фактически в корону вот это вот собственно говоря еще одна иллюстрация как какой вид имеет магнитные поля в атмосфере солнца это вот такие аркады арки более сложные конфигурации и соответственно вот это показано просто вот активное солнце изображение полученное с помощью сока и соответственно значит оказывается что в атмосфере солнце магнитные поля очень сильные то есть b квадрат на 8 пи много больше чем рога квадрат и поэтому вещество строго движется вдоль магнитных силовых линий если в конвективной зоне ситуация обратная мы видели что дифференциальное вращение усиливает поле и за счет мороженности делая с ним все что как бы захочет как движется вещество так и за ним следует поле вот в конвективной зоне обратное соотношение ро в квадрат пополам много больше чем b квадрат на 8 пи и там движение управляет магнитным полем и мы видели что это происходит как происходит усиление и неустойчивость поля и потом всплывание солнечной короне соотношение обратное потому что плотность вещества солнечной короне маленькая и поэтому b квадрат на 8 пи много больше чем рог в квадрат пополам то есть магнитная энергия много больше генетической поэтому все движения вот они происходят вдоль магнитное поле как поле меняется так и вещество держится ну вот солнце магнитная активная звезда и значит на солнце происходят вспышки выбросы массы она изучает в различных диапазонах и спускаются космические лучи вот истекает солнечный ветер вот так вот как бы иллюстрируется активность солнца и мы сейчас поговорим вот каждому чем-то компоненте этой активности вот а все начинается как мы уже увидели с того что на поверхности солнца за счет всплывания из недр на счет действия динамо возникает на поверхности магнитное поле она появляется в виде солнечных пятен вот это изображение поверхности и вот это значит изображение солнечного пятна она темная я потом расскажу почему то сказать вот пока общая картина вот появились солнечные пятна это магнитные поля выходы магнитных трубок эти поля они концентрируются обычно в активных областях группа солнечных пятен и это возникает такая активная область магнитная сфера такая активная область и в этой в этих активных областях происходит солнечные вспышки мы тоже поговорим об этом и солнечные выбросы выбросы вещества выбрасываются такие магнитные аркады вместе с веществом ну и непрерывно истекая с поверхности солнца в гелиосферу солнечный ветер но здесь показано как бы как рождается активная область вот появляется увеличение дальше поток магнитный вот этот всплывает и 8 возникает нагрев атмосферы потому что текут токи вот и это проявляется в виде диссипации и и нагрева солнечной плазмы а это вот показано типичное таскать изображение диска солнца на котором видны вот эти солнечные пятна это выходы магнитных трубок вот вот так вот выглядит фотосфера вот видите грануляция и вот эти вот темные поры и пятна это вот выходы магнитных силовых трубок вот и здесь вот показаны типичные изображения солнечных пятен вот это значит здесь есть значит называется темная это тень дальше есть получей и значит она окружена значит горячей фотосферы вот это вот значит получено на уровне хромосферы то есть высоко это на уровне фотосферы вот вот на уровне фотосферы вот это одни из лучших изображения солнечных пятен вот теперь лишь почему солнечное пятно темно мы уже знаем что в конвективной зоне происходит конвекция и она переносит тепло из недр значит вещество вот на дне конвективной зоны берет это тепло которое идет от термальных реакций из из ядра поднимается вверх доходит до уровня фотосферы что такое фотосфера это где излучение отрывается от вещества вот мы говорили что в радиационной зоне веществ свет диффундирует он не может оторваться он идет миллионы лет это означает что оптическая толща там огромного вот а когда плотность падает и мы приближаемся к фотосфере собственно она так и определяется фотосфера когда излучение отрывается от вещества и уходит в межпланетное пространство поэтому мы и видим это излучение которую исходит из фотосфер вот там на на уровне фотосфер уже оптическая толща порядка единиц а потом она гораздо меньше вот и конвекция несет это тепло вещество поднимается это излучение уходит и вещество остывает становится более тяжелым и падает опять вот как мы видели в конвективной ячейке опять идет на дно опять берет тепло опять вот так вот магнитное поле вот этот процесс подавляет сильное магнитное поле оно может достигать четырех тысяч гаусс обычно там 1000 гаусс 2000 гаусс но иногда может достигать до 4000 гаусс и значит магнитное поле подавляет эту конвекцию и тепла нет в пятне поэтому это пятно темное в отличие от других областей вокруг пятна где вот этот процесс выноса энергии и излучения ее межпланетное пространство происходит вот значит и здесь вот этот фильм показывает как живет пятно и выход это выход магнитной силой трубки вот и мы видим вот эту конвекцию эти ячейки слева справа которые непрерывно колеблют эту магнитную трубку вот и этот процесс продолжается бесконечно поэтому в общем то никогда солнце не бывает спокойным вот есть понятие спокойное солнце но на самом деле значит оно относительно спокойно вот этот процесс пока есть термоидные реакции пока есть конвекция вот и магнитные поля там всегда практически есть даже в минимуме солнечной активности этот процесс будет происходить и значит это говорит о том что солнце никогда не бывает спокойно значит вот это одно из лучших изображений солнечного пятна полученная наземным телескопом на острове это нрифе значит в очень хорошую погоду ну вот значит я уже говорил что пятна значит концентрируются и образуют активные области которые если смотреть в регионовском диапазоне которые характеризуют излучение солнечной короне то мы увидим такие вот яркие образования активной области вот но есть и посмотреть что под ними находится вот здесь как раз такой фильм который иллюстрирует связь вот как бы так сказать верхних слоев и нижних слоев вот на на уровне короне мы видели а вот на уровне фотосферы под ними находятся вот эти вот пятна а в короне это активная области вот возникает излучение нагрев то есть это два среза на разном уровне солнечной атмосферы ну сейчас речь пойдет о солнечных вспышках это самые мощные взрывные явления в солнечной системе во время солнечной вспышки выделяется примерно 10 в 32 эрк за очень короткое время и значит эти вспышки связаны с магнитными полями которые всплывают вверх и они взаимодействуют эти поля с выше лежащими полями или между собой и вот мы говорили про предельные линии и значит поверхности вот когда два потока начинают взаимодействие поскольку плазма высокопроводящая то на границах возникают токи которые приобретают форму токовых слоев вот здесь показано как всплывает магнитный поток и он взаимодействует с вышележащим полем и вот на границе образуется так называемый токовый слой здесь это очень тонкое образование в котором очень высокая плотность ну вот можно повести некую аналогию хотя она не совсем какая-то правильная вот когда горит лампочка и спираль перегорает мы видим вспышку здесь тоже когда этот слой рвется мы увидим вспышку только эта вспышка как бы другого немножко смысла в том что здесь ускоряются частицы и они идут в глубь солнечной атмосферы взаимодействуют вот с плотной плазмой и возникает это вот это звучание это вспышка а там происходит в лампочке немножко по-другому поскольку там большое сопротивление возникает и как бы вспышка происходит за счет большого сопротивления току вот и вот смотрите вот этот фильм сейчас покажет как вот эта вспышка происходит вот здесь вот вот здесь вот из-под фотосферы всплывает магнитный поток вот он здесь проиллюстрируем вот таким образом потому что мы естественно под фотосферы ничего не видим вот и дальше он вот взаимодействует видимо с вышележащим полем и возникает токовый слой который в какой-то момент разрушается происходит так называемое магнитное пересоединение и возникает эта вспышка какое-то время значит вот смотрите вот мы даже настолько быстро происходит что временного разрешения не хватает и мы сейчас руками подвигаем а дальше вот растут происходит дальнейшее всплывание вот этого магнитного потока образуются петли значит ну вот вот сейчас вот здесь вот это происходит видите там где вот идут движения вот вот и уже и уже настолько быстро что не хватает временного разрешения прибора чтобы это увидеть значит вот другими мощными явлениями на солнце являются выбросы массы значит если вспышки самые мощные взрывные явления в том плане что это по мощности то есть за очень короткое время выделяется большая энергия то есть если мы берем вот энергетику вспышки скажем 1032 и делим ее на время в течение которого выделяется эта энергия то это самое мощное явление по мощности то есть r в секунду мощность выделения энергии то выбросы это они самые мощные в том смысле что у них энергетика больше чем вспышки но они происходят медленно более медленно и значит часто эти явления связано потому что происходит перестройка магнитного поля и часто значит вот когда происходит выброс это такая глобальная перестройка магнитное поле и жектирую вся магнитная конфигурация вот и при этом естественно могут происходить и вспышки вот ну вот вы видите здесь значит соотношение размеров это вот земля показана а это вот выбрасывается такая магнитная скрученная арка вместе с веществом вот ну и здесь вот показаны разные таскать изображение этих выбросов начали эти изображения получены с помощью прибора который называется коронограф что такое коронограф это телескоп фокусе которого стоит затменный диск чтобы затмить яркое солнце а зачем нужно затмить солнце нужно солнце затмить также как вот солнечном затмение когда у нас закрывает чтобы увидеть корону и что что в ней происходит в этой короне значит вот из яркость короны в тысяч в миллион раз меньше чем яркость солнце поэтому если даже на одну миллионную долю не закрыть солнце то мы ничего не в короне не увидим потому что вот этот рассеянный свет он не даст увидеть малояркую корону поэтому вот здесь вот кружочек белый это солнце а вот этот красный диск это затменный диск который и они есть разного размера эти диски и соответственно можно увидеть разным значит поля зрения в короне вот и вот мы видим что значит это получается значит эти картинки путем разностных изображений то есть берется изображение в один момент другой момент и смотрится разница и тогда получаются вот такие картинки что мы видим что на самом деле там движется вот такие структуры вот выбросы ну вот можно тоже здесь значит посмотреть как это происходит в реалии потому что это реальные фильмы получены из космических аппаратов так что то не хочет это конечно ускоренная фильм ускорен чтобы на самом деле это происходит гораздо медленнее вот и мы видим что большая часть таких выбросов это вот петли и эти петли сохраняют связанность солнцем вплоть до орбиты земли вот эти ноги которые здесь вот они могут сохранять свою связанность солнцем вплоть до того как вот этот выброс его передняя часть доходит до земли мы видим что вот мы говорили про скрученные трубки мы видим что вот здесь вот происходит расплетание вот этих вот скрученных трубок когда это выброс идет в корону и там малое давление и трубка будучи сжатой в конвективной зоне скрученной она при выбросе значит начинает расширяться и расплетаться ну вот здесь некие изображения вот более крупные вот этих вот а это вот фильм с полученный есть фильм но он очень долго идет значит я просто вот решил таким образом его показать полученные с спутником с до слова динамик обсорваторе этот спутник висит поскольку вот эти фильмы они очень требуют большого объема информации и этот спутник висит над антенной которая находится на земле и смотрит на солнце и вот непрерывно идет передача этой информации просто если он был далеко или где-то то было бы очень трудно передавать такие объем вот видите как из недр всплывает такая арка скрученная на виде скрученная и это вот моделирование иллюстрация того что как это вот можно себе понять вот что вот и солнце и жектируется такая вот такой то то что мы на земле делаем такомаки такая конфигурация идет гелиосферу начну вот значит на солнце есть еще такие образования как портуперанцы которые тоже вот называть эруктивные потому что это холодное вещество которое висит на магнитных силовых линиях оно холодно потому что магнитное поле изолирует его от окружающей горячей среды короны а изучение уносит энергию и когда вот это магнитная конфигурация инжектируется то вместе с ним инжектируется и вещество продуберанца и поскольку это вещество холодное то мы его видим и это позволяет его использовать как трейсер того что происходит как трейсер изменения эрубции магнитных полей потому что сами поля мы не видим а вот эти продуберанцы которые привязаны и которые вместе инжектируются дают нам представление о том как поле эруктирует вот они разного бывают разной конфигурации вот но теперь мы дошли с вами уже до солнечной короны значит которую как я уже сказал мы можем хорошо видеть вот либо с помощью коронографов либо вот с помощью естественного природного коронографа который есть солнечное затмение когда луна которая к счастью имеет такой же угловой размер как солнце вот точно здесь закрывает солнце и это затмение называется полным когда вот вспыхивает вот это корон если чуть-чуть я уже сказал что не затмим ничего не будет видно вот и мы видим начнут что солнечной короне вот как она устроена и что из солнца исходят вот эти вот лучи это фактически стримеры это магнитно выйти вытянутые силовые линии магнитного поля они могут иметь просто форму лучей и вот таких вот стримеров это вот как бы внутри это арка а здесь она вот вытягивается солнечным ветром и уходит межпланетное пространство вот и и солнце непрерывно значит истекает солнечный ветер и одна из проблем вот это почему же так сказать вот это солнечный ветер действительно возникает ускоряется и каковы источники этого солнечного ветра на поверхности этот вопрос остается пока до конца неизвученным и вот сейчас значит запущен космический аппарат солнечный зон который полетит к солнцу очень близко и будет решать эту проблему вот вы видите что идет непрерывное излучение солнечного ветра и на фоне вот этого непрерывного истечения солнечного ветра происходит вот те самые выбросы о которых мы говорили вот но это конечно тоже все очень ускоренная вот фильм и эти выбросы идут во всех направлениях в основном вблизи плоскости клиптики они достигают орбиты земли и с ними связаны вот основные аспекты воздействия солнечной активности на землю мы об этом тоже поговорим вот следует еще сказать значит вот про мы дошли уже до гейлиосферы или то что мы называем межпланетной средой вот и дипольное поле магнитного дипольное магнитное поле солнца за счет того что солнце вращается и вот есть солнечный ветер на больших расстояниях это поле значит вытягивается и за счет вращения становится спираль здесь показано вот эта структура вот она имеет вот вид таких спиралей талии от солнца этот показано орбиты земли вот но значит если бы у нас был чистый диполь то у нас была бы значит плоскость в экваторе где у нас поля разного направления вот выходит магнитное поле северного полюса и вот так вот она наклоняется выходит входит в южный полюс поле другого знака и мы видим что если бы вот они вот так вот вытягивались то они в плоскости экватора были в разного знака это была бы плоскость но поскольку на солнце есть источники вот активные области то они меняют вот эту линию экватора на поверхности солнца она становится не кругом а изрезаны на поверхности солнца и это когда мы это все вытягиваем гелиосферу то вот это гелиосферный токовый слой разделяющий полярности он тоже не плоский а он как говорят приобретает форму юбочки балерины юбочка потому что гофрированная я за счет вращения закручены вот этот гофрированный токовый слой значит он делается тем что вот значит скажем земля вращается сквозь него вот эту структуру через эту магнитную структуру и поскольку он гофрированный то мы оказываемся земля то выше то ниже плоскость его вращаясь после скриптики то мы выше слоя то ниже свой поскольку гофрированность это означает что мы попадаем в разную полярность межпланетного магнитного поля а это очень важно потому что у земли есть свое магнитное поле и это поле взаимодействует с полем вот этой гелиосферным полем солнце и от этого зависит характер значит того как значит внутрь магитосферы может проникать солнечный ветер есть пересоединение или нет пересоединения если поля противоположные может возникать пересоединение если поля одного знака то просто происходит сжатие мы это тоже значит вот увидим начну вот мы теперь уже дошли до значит от поверхности солнца в солнечную корону солнечный ветер и дошли до того чтобы поговорить о границах солнечной системы а до каких пор собственно вот таких расстояний солнечный ветер распространяется где границы солнечной системы ну ясно из физических соображений что мы говорили что солнце солнечная система движется вокруг центра галактики сквозь межзвездный газ значит из физических соображений ясно что когда давление солнечного ветра которое с расстоянием ослабевает сравняется с давлением межзвездной среды то дальше солнечный ветер уже идти не может потому что у него не хватает грубой рассеи давление вот вот это происходит на расстоянии примерно 100 астрономических единиц вот и что происходит вот это солнце дует солнечный ветер он значит сверхзвуковой среды есть звук скорость звука мы знаем как она вычисляется но движение солнечного ветра течение она происходит со скоростью большей скоростью и вращение солнца вокруг центра галактики тоже происходит со скоростью большей скоростью звука или если мы сидим на солнце то это эквивалент потому что на нас набегает этот газ он тоже сверхзвуковой ну и нам чтобы вот чтобы а два этих сердцев и потока как бы сталкиваются и чтобы а как они что происходит чтобы остановить сверхзвуковой поток мы знаем лица возникает ударная волна вот поэтому вот здесь ясно что физически возникает две ударных волны вот одна ударная волна связана с солнечным ветром и вот здесь уже поток не сверхзвуковой а другая волна связана с незвездной средой и вот здесь уже за ней тоже поток не сверхзвуковой то есть два сверхзвуковой потока превращаются на двух ударных волнов вне сверхзвуковой потоки и дальше они вот начинают сливаться вдоль такой контактной поверхности сейчас мы увидим фильм как это происходит и растекается вот это вещество идет сюда и сюда вот с этой стороны этой контактной поверхности который называется гелиопауза это граница солнечной системы солнечный ветер растекается вот так вот это собственно говоря насчет область контролируемые солнцем а дальше уже и звездное вещество вот и вот этот фильм собственно говоря вот показывает как значит это может выглядеть хотя ты вы понимаете что это полумерная визуализация значит вот желтое это солнце у нас солнечное вещество а зеленая межзвездный газ вот так это происходит значит и мы знаем что солнце испытывает солнечный цикл она тоже сейчас об этом поговорим и напор солнечного ветра меняется это означает что размеры этой области тоже меняются и солнечная система движется сквозь межзвездный газ где плотность тоже неоднородно и мы можем значит вот сейчас мы находимся вот я как сказал это в области разряжения можем войти более плотную область и тогда гельосфера может быть еще меньше то есть вот эти значит размер нашей солнечной системы вот это вот граница гелиопаузы она может менять размер в зависимости от солнечной активности от условиями звездной среды это очень важно в плане проникновения в солнечную систему частиц очень высокой энергии которые чувствуют размеры этой области ну вот я уже много раз говорил что солнце испытывает солнечный цикл 11-летний значит это в чем это проявляется ну более чем 300 лет назад галилей впервые наблюдал солнечные пятна и дальше их стали наблюдаться в какой-то момент вот они исчезли был мандерский минимум я тоже об этом скажу но в целом потом все восстановилось и оказалось что число солнечных пятен со временем меняется она достигает какой-то максимум потом опять с минимум потом отметить максим вот и вот это число солнечных пятен в максимуме она словно называется числом вольфа их теризует амплитуду солнечного цикла и этот процесс продолжается от минимума до минимума от максимума до с длительностью примерно 11 лет вот и называется одиннадцатилетним циклом но за время наблюдения более чем 300 лет как бы было установлено что длительность этих циклов разная вот за время наблюдения было примерно от 8 до 14 лет длительность меня амплитуда вот число солнечных пятен в максимуме тоже очень сильно менялась вот от 48 до 180 максимуме число солнечных пятен менялась вот почти в три с лишним раз вот это тоже одна из загадок солнечной физики почему вот мы наблюдаем изменчивость амплитуды и длительности солнечного цикла это связано с теорией динамо и для этого нужны наблюдения чтобы расшифровать как же это динамо работы как солнце работает и почему-то это важно в том плане что именно вот амплитуда и длительность солнечного цикла определяют возмущенность около зерного космического пространства мы будем сейчас об этом говорить потому что число солнечных пятен это определяет активность сколько вспышек сколько выбросов происходит на солнце вот здесь показано два изображения солнцем значит одно в минимуме солнечного цикла слева а другое изображение солнца в максиме солнечного цикла ну мы видим какое какая разница слева так более-менее все спокойно справа вся поверхности испещрена вот этими солнечными пятыми активными областями нагретыми областями ну вот как раз то что я говорил значит солнце никогда не бывает спокойным вот если в максимуме солнечного цикла происходит очень много выбросов и вспышек тот течение всего солнечного цикла одиннадцатилетнего происходит примерно 37 тысяч вспышек это со всей поверхности и земля испытывает примерно 500 600 магнитных болей даже в минимуме вот происходит одна-две вспышки в день даже в минимуме когда вот фактически мы нет крупных крупных магнитных полей а в максимуме происходит вот несколько десятков вспышек и 5-6 выбросов каждый день вот ну здесь показан текущий солнечный цикл я там не обновил эту картинку сейчас мы находимся вот здесь вот и это примерно совпадает вас этой красной кривой вези минимуму солнечной активности вот так меняется солнечных пятен недовольно часто вот максимум имеют два горба вот солнечном цикле предыдущие 23 был низкий солнечный цикл относительно вот и сейчас средний был цикл вот сейчас значит цикл тоже ниже чем предыдущий и предсказание что и следующий цикл будет также низкий и вообще может быть солнце впал опять же в период низкой солнечной активности есть такие предположения и по наблюдениям того что происходит на солнце ну вот значит здесь показано показаны солнечные циклы сверху за все время наблюдений вот мы уже говорили что галереи начал наблюдать эти пятна все стали наблюдать и потом вдруг они исчезли ну как исчезли значит вот сейчас как бы то есть вот так сказано что сидит мы знаем теперь что если магнитное поле солнечном пятне меньше полторы тысячи гаусс то пятно уже не видно как темная она уже не подавляет конвекцию то есть циркуляция полей могла быть сохранена она продолжалась но поле было слабое пятна и пятна были не видны пятна это трейсеры магнитных полей как они возникают на поверхности мы видим как они перемещаются полюсам и так далее вот но тем не менее что очень вот не было ничего видно никаких пятен и этот период назван маундерский минимум он продолжался с 1640 по 1070 год почти 70 лет представьте это вот на жизни человека нас попала такая активность потом все восстановилось вы видите разные совершенно циклы вот и оказалось что вот явления подобными маундерскому минимуму вот когда стали анализировать еще дальше в прошлое были связаны периоды похолодания на земле вот есть значит цикл значит период по именам ученых форта вольфа сперрера маундера дольтона и это как бы так сказать ну как бы говорит о том что видимо условия на земле зависит от солнца от того какой какой солнечный цикл мы наблюдаем вот и есть кроме одиннадцатилетнего цикла так называемые двухсотлетний цикл и это модуляция вот этой вот этих вот максимум и это вот отражает вот эту картину то есть как бы солнечные циклы еще промодулированы каким-то другим процессом который имеет примерно период 200 лет ну это вот восстановление солнечной активности в совсем далекое прошлое по косвенным данным вот мы сейчас живем вот если смотреть на эту картинку в период очень высокой активности солнечной вот а были как говорят ледниковые периоды вот так выглядит солнце своей динамике за многие годы вот использовались различные данные и записи древние китайские египетские все что можно привлекли ну в общем как тут ну конечно можно и сомневаться в этом но тем не менее вот есть такая работа есть такой график вот ну дальше мы переходим значит вот собственно рассмотрение воздействия солнечной активности на землю значит вот мы живем с вами вот системе солнца земля которая довольно устойчиво вот иначе наверное мы бы не выжили вот но это устойчивое состояние слегка возмущается воздействием солнечной активности вот и это воздействие проявляется в том что на земле происходит очень много всяких процессов вот эта картинка она иллюстрирует что происходит в атмосфере магитосфере в иносфере я не буду ее подробно рассказывать вот мы рассмотрим наиболее характерные такие вещи вот ну вот самыми мощными воздействиями на землю является вот эти выбросы масс активные солнечные явления в том смысле что гео это земля то есть эффективность воздействия на землю максимально значит ну вот магнитное поле земли также имеет дипольный вид и когда на него набегает солнечный ветер то формируется характерная магнитосфера магнитосфера земли значит вот солнечной стороны набегает поток солнечного ветра он поджимаю дневную часть вот мы сейчас находимся на дневной стороне у нас мы находимся с вами сейчас вот здесь вот а на ночной стороне насчет магнитное поле вытягивается и образуется как вы будете до расстояние примерно 100 солнечных восторг что что 100 демных радусь а вот эта точка она значит примерно 10 радиусов земли но она может меняться зависимость от напора солнечного ветра сегодня сейчас мы с вами вот здесь а ночью мы будем с вами здесь то есть на нами будет разные у слоя магнитные начнут здесь показано значит как выбросы массы которые мы уже видели как они происходят вот они распространяются дальше уходят от солнца распространяется по межзвездной среде вот здесь показа меркурий и дальше они сталкиваются с этой магнитосферой и мы сейчас с вами увидим что при этом происходит вот если солнечный ветер он просто то здесь вот такой очень импульсный как бы относительно импульсный напор и и столкновение с облаком приводит потому что мы очень-то называем магнитная буря и здесь также происходит процессы магнитного пересенения захвата плазмы солнечной внутренней ветосферы и возникают полярные сиянь это компьютерный фильм реальные выбросы мы с вами видели вот вещество набегает обтекает поджимая происходит пересоединение вот этих силовых линий вот здесь вот они пересоединяются захватывают вещество и дальше значит эти все частицы высыпаются вот по открытым своим линиям и образуется вот это вот овал полярных сиянь мы с вами стоим на земле и видим кромку этого полярного сияния вот размер этого полярного сияния зависит от того вот насколько сильно вот этот выброс сжал магнитосферу чем больше он сжал тем более низко широтные силовые линии захватываются во взаимодействии и тем больший размер имеет этот овал полярных сияний и тем на более низких широтах мы с вами видим это полярное сияние вот и бывают экстремальные явления когда полярные сияния можно видеть очень низко не только они уже не полярные ну вот это показывает картинка значит что число вот таких магнитных бурь которые мы видели оно примерно совпадает солнечным циклом вот желтый это солнечный цикл число солнечных 5 максимум вот а красный это магнитные бури но мы видим что все таки максимум немножко смещен у магнитных бурь относительно максимум солнечного цикла это связано с тем что часть вот этих вот магнитных бурь происходит не только из-за выбросов а происходит также благодаря таким явлениям как корональные дыры на поверхности солнца которые как раз возникают вот на фазе спада происходит перестройка магнитное поле и образуются корональные дыры такие магнитные трубы которые выходят из поверхности солнца и из них дует высокоростной солнечный ветер вот и этот солнечный ветер тоже вот как бы меняется и тоже вот приводит к таким же явлениям вот как мы видели в этом фильме вот это типичное изображение корональные дыры вроде как солнечное пятно большое но поле здесь всего 10 гаусс а в солнечном пятне тысячи гаусс вот и вот из этой корональные дыры дует солнечный высокоростной солнечный ветер если обычный солнечный ветер имеет скорость 400 километров в секунду то вот высокоскоростной солнечный ветер имеет примерно в два раза больше 800 километров в секунду и поэтому значит эту картинку мы уже видели вот эта корональная дыра и вот выходит сектор трубы магнитная труба вот желтым допустим это будет магнитная труба и если земля вот движется по орбите попадает в этот сектор сначала одна скорость была скажем 400 километров в секунду набегала на магнитосферу земли вот аналогично тому фильму который мы видели а как только мы вошли в желтый сектор скорость сразу стала 800 ясно что взаимодействие с магнитосферой земли стало более сильным и на земле возникают магнитные бури значит ну вот в чем проявляется собственно говоря вот это воздействие ну мы знаем что вот как бы так сказать меняются естественно условия около земном пространстве значит меняется плотность там возникают фактуация магнитного поля энергичные частицы потому что это плазма там взаимодействие и так далее но возникает также вполне реальные так сказать явление воздействие на нашу жизнь на наши технические системы вот вот например во время магнитной бури атмосфера нагревается и плотные слои поднимаются вверх и низколетящие спутники и международной космической станции которые летают на высоте всего 400 километров начинает аномально тормозить за время во время мощной магнитной бури за счет такого торможения высота орбиты международной космической станции может упасть на 7 10 километров а если таких будет будет много скажем максиме солнечного цикла то это надо учитывать потому что нужно поднимать орбиту нужно завозить топлива сами понимаете что это очень такая так сказать процедура которая требует контроля и и требует как бы планирование средств иначе произойдет то что произошло с американской станции sky up который кстати вот наблюдала солнце она отработала уже на орбите ее собирались цивилизованного утоплять значит контролируемо завести топливо включить двигатель и дать торможение чтобы затопить в том районе безопасно но не успели это сделать из-за того что вот не учли этот эффект который оказался в то время очень сильным и завозить топливо уже стало поздно и sky up упал просто в океан слава богу в океан не контролируем начну вот это овал полярных сияний это вот снимки слева значит из космоса а это вот визуализация и здесь наиболее сильное возмущение магнитного поля и здесь частицы проникают вдоль силовых линий вот и это создает опасность потому что вот есть авиаперелеты просто скажем через северный полюс например из америки в китай или вот другие и когда там возникают вот такие явления то нужно облетать эту область значит это требует время топлива это нестыковка рейсов это всякие так сказать неприятные вещи и радиация повышенная то есть это же про то вот такой практический момент воздействие солнечной активности на землю вот но значит во время магнитных бурь во всех проводящих системах на земле а такими системами являются линии электропередач газонефтепроводы линии связи возникают геомагнитно индуцированные токи потому что меняется магнитное поле земли вот мы знаем со школы вот эффект харадея когда вот есть такая рамка магнитном поле и одна из сторон или движется при этом вот магнитный поток спустя эту рамку меняется возникает индукционное электрическое поле и ток в этой рамке меняется поток вот а значит во время магнитной бури поток меняется потому что меняется поле рамка остается постоянной это наши линии электропередач трубопроводы а меняется поле во время магнитной бури то есть тоже поток меняется только по другой причине это же возникает индукционные токи и что мы к чему это приводит ну вот как бы вся земля испытывает такой эффект значит все пространство включая землю океан воздух все пронизывается импульсом электрическим полем и там где есть проводимость она есть и в океане там есть ионы она есть в горах она есть вот во всех наших вот этих линиях электропередач и прочее замкнутых там возникают токи такой импульс вот и эти токи вот скажем в аляске на трубопроводе в канаде которые довольно близко находится полярным зонам эти токи могут высыхать тысячи это при него катастрофе энергетической которая возникла в вере в марте восемьдесят девятого года значит вот здесь находится это крыбек значит значит на солнце произошла вспышка и выброс массы вот достигла орбиты земли и северную канаду накрыла мощная магнитная буря вот это овал полярных сияний он как раз вот такой конфигурации пришелся на северную америку и это ночная сторона то есть вы помните вот дневная сторона ночная сторона своей линии и как раз получилось так что выброс пришел когда вот значит канада находилась на ночной стороне как бы этот выброс он еще больше вот эти силовые линии вытянуты прижал и возникли очень сильные индукционные токи вот это привело к тому что значит вот эта вот система энергосистема канады она значит стала давать сбои произошли отключения вот этих всех трансформаторов их перегорания вот последовательно это все потом было описано и как говорят американцы наступил блокаут то есть полное отключение этой энергии включая столицу канады оттава на 9 часов в столице канады оттава и провинции кэбек не было электроэнергии можно представить что будет москве если вот отключится и это не просто где-то провод порвался на нарушена сама так сказать основа всей энергосистемы вот но вот другое тоже очень серьезная значит авария произошла на атомном заводе перегорел огромный трансформатор примерно вот половина занимающий по этой комнаты и его могли сделать только через полгода слава богу не привело никакой другой катастрофе потому что это был атомный завод значит вот мы наблюдали значит эффекты вот в линиях электропередач на железном транспорте значит вроде бы путь свободен а горит красный светофор не могли долго понять почему потом когда сопоставили оказалось что это периоды магнитных бурь они влияют на автоматику и вот удалось все это дело вот на северной железной дороге исправить значит ну вот в линиях тридцать мы поговорили на что вот в нефтепроводах значит тоже возникает ток и он привык тому что нарушается антикоррозийная защита трубопровод поддерживается под определенным потенциалом по отношению к земле чтобы вот эти ионы которые приводят коррозии не не поступали на эту трубу когда идет этот инвестиционный ток он эту защиту нарушает если труба рассчитана на 15 лет то через три года уже появляются коррозийные пятна и это существенный экономический ущерб для нашего газпрома и еще такое и все это уже начинает учитываться вот это вполне реальные воздействия ну вот здесь показаны мощные магнитные бури циклы солнечные и вот значит шарики это магнитные бури которые происходят в основном как мы видим вблизи максимуму солнечный цикл но могут происходить и на фазе спада и фазе роста солнечного цикла вот иногда на солнце происходит экстремальные события очень мощное явление но самым мощным вот было как так называемое коррингтоновское событие 1859 года по имени английского ученого астроном который это наблюдал и есть описание этого дела и тогда вся земля была охвачена сиянием я уже говорю что это уже не полярная вся земля охвачена сияния настолько было мощное возмущение вот и тогда единственную так сказать такой инфраструктурой технической глобальной это было был телеграф и везде описано во всех странах что были сбои и прекращения телетайпной связи вот сейчас же это гораздо опаснее потому что наша инфраструктура техническая развита и вот пример к вебека что отключилась эта энергия вот и воздействие на спутники тоже начнем сейчас поговорим вот вот здесь показано одно из тримальных событий которые было уже вот в нашу эпоху как в 2003 году вот значит мощнейшая вышла активную область из-за края вот и 2 значит две недели она шла по диску и этого примерно там 15 вспышек большая часть из которых была рентгеновская и на земле практически вот эти все две недели были магнитные бури повышенная геомагнитная активность хотя обычно буря больше дня не длится в обычном вот и оказалось что когда посмотрели на солнце то вот видите одна часть практически свободная от магнитных полей а другая наоборот повышенная так сказать концентрация активных областей магнитных полей то есть возникла так называемая долготная асимметрия солнечной активности распределение полей и видимо вот эти повышенные градиенты магнитного поля они привели вот к такому событию которое наблюдалось в 2003 году здесь вот показано как бы как к чему приводит вспышки на солнце потому что возникает жесткое излучение она инизует и иносферу нарушается радиосвязь вот частицы создают традиционную опасность для космонавтов вот и все это в общем необходимо учитывать вот здесь желтым показана радиация которая стремится прорываться на землю и уничтожить все живое магнитное поле который мы за магнитным щитом препятствует этому потому что энергичные частицы не могут двигаться поперек пор они двигаются как известно по спирали вдоль магнитного поля поэтому они единственное что могут попасть вот вот по этим спиральным линиям на полюса и вот здесь вот повышенная радиация всегда есть вот внутри значит магитосферы есть традиционные пояса куда захватываются частицы вот и вот здесь вот показана орбита скажем международной космической станции и они наклонение этих и высота этих орбит выбирается таким образом чтобы избежать попадания в эти радиационные пояса потому что это опасно для космонавтов ну иногда не удается значит все таки избежать воздействия прямого вот солнечных частиц несмотря на выбор таких орбит вот в том же 2003 году была такая ситуация что на солнце произошла вспышка мощная и выброс и когда этот выброс пришел и деформировал магнитосферу перед этим пришли вот эти энергичные частицы которые не попали на орбиту станции потому что магнитное поле их не пустил но когда пришел выброс через три дня то он деформировал магнитосферу а в это время произошла вторая вспышка и частицы они уже быстро приходят они попали нам на возмущенную магнитосферу и тогда они уже проникли на орбиту международной станции но к счастью оказалось что они проникли на южном полюсе орбита сама станция находилась на северном и воздействие удалось избежать ну вот значит как воздействуют солнечные вспышки на наши телескопы и значит на оптику вот здесь показаны значит два аппарата сухо которые нас как раз вот многие снимки которые я показывал они получились вот собака сухо который находится до сих пор работает не все правда работает но там некие приборы работают значит находится в либрационной точке между на линии солнце и земля эта точка где гравитации равны значит солнце и земли поскольку солнце тяжелее то эта точка естественно находится ближе к земле и таким образом этот аппарат вращается вместе с линии солнца и земля так это вращается и аппарат все время находится между солнцем и землей вот и он не защищен магнитосферой потому что он находится за пределами вот а вот наш аппарат коронос который тоже дал много результатов он находится вот вообще так сказать внутри магнитосферы на расстоянии всего там 400 500 километров от поверхности земли и вот когда прошла мощная вспышка пошли протоны они попали в пзс матрицы сухо и мы видим что вот все изображение покрыто снегом фактически мы ничего не видим вот коронос он был защищен магнитосферы и все удалось пронаблюдать вот это вот показывает как воздействует солнечная активность на оптику и это важно не только вот в плане так сказать вот телескопов знаем что все космические аппараты имеют звездные датчики оптические которые ориентируют их по звездам и это вот тоже возникла проблема потому что когда вот такие мощные события происходят возникают протоны они попадают в эти звезды из датчики и засвечивают и аппарат теряет ориентацию и были уже случаи когда аппараты просто были потеряны когда событие кончилось протоны закончились аппарат дезориентировался и не смог восстановиться и был потерян это сами понимаете очень дорого вот другое воздействие во время солнечных вспышек возникает мощное радиозвучение которое нас попадает на землю и рассеивается водой океана во все стороны совершенно хаотическое возникает в любых направлениях она распространяется таким образом из-за этого и попадает детекторы космических аппаратов которые осуществляют связь передачу данных они получают какую-то информацию это может быть и солнечные какие-то и астрофизические и другие получать информацию и сбрасывают ее на землю целевую информацию и вот эти вот канавы забиваются зашкаливаются вот этим излучением солнечным радиозвучения вот здесь показаны орбиты черным показаны вот эти орбиты на которых космический аппарат не смог передать информацию она была потеряна то есть он ее передавал но был зашкал и вот это тоже искать очень такое серьезное воздействие важное вот ну вот мы с вами сейчас используем все космические технологии современные у нас телефоны у нас есть спутниковое телевидение значит интернет спутниковый и у нас есть навигация gps глонас которая стоит в связи значит вот там скажем самолетов судов машин автомобили с gps и это сигнал идет вот от соответствующего спутника вот куда-то значит на какой-то объект и проходит через иносфер вот когда возникают солнечные вспышки иносфера возбуждается возникает там турбулентности и неоднородности фруктуации и этот навигационный сигнал он рассеивается и точность навигации падает вот например известен такой факт что военные летчики американские садятся на палубу авианосца по gps сигнал точность его один метр в туман когда туман и туман и не видно они ценят вот но когда возникает магнитная буря то точность вот этого за счет рассеяния может падать до 100 метров до 100 в отдельных регионах земного шара не везде и тогда сами понимаете значит что уже и самолет не посадить ну и другие тоже как бы значит связанные с этим воздействие могут иметь большое значение значит вот мы видели что в полярных областях земли целые линии входят внутрь атмосфер и вот когда происходит мощные солнечные вспышки и ускоряются протоны то они проникают могут проникать вот вдоль этих силовых линий до атмосферы и они разрушают озоновый слой озоновый слой защищает нас от оптихиолета если бы его не было мы бы с вами сгорели вот и это действительно создает опасность для вот в этих регионах значит земного шара и эти периоды тоже надо прогнозировать вот но через какое-то время это затягивается но тем не менее это опасно вот ну вот все что я рассказывал это вот характеризуется как бы то что мы называем сегодня космической погодой вот источники этой погоды солнечная активность вот идет воздействие на наземные системы на на спутники потому что когда возникают энергичные частицы то они воздействуют на электронику спутников и спутники самого разного значения я уже говорил это и интернет и связь и навигация и эти спутники могут уходить из строя нарушать значит все наши значит технологии значит ну для того чтобы вот как бы минимизировать вот эти все воздействия мы исключить это не можем так же как вот мы не можем исключить воздействие всяких ураганов смерчей это природное явление то точно так же мы не можем исключить воздействие космической погоды но мы можем смягчать эти воздействия предупреждая соответствующие так сказать инстанции о геомагнитной обстановке и космической погоде и вот у нас в избирании например есть такой центр прогнозов который регулярно вот дает такую информацию в интересах заинтересованных организаций вот и немножко поговорим про солнечной активности климат вот я уже показывал эту картинку как солнечная активность менялась в прошлом вот здесь показано соответствие этой картинке изменение изменение температуры которые будут основные парижи вот в течение этого же периода времени мы видим четкую корреляцию значит минимум солнечной активности и температур где минимум там меньше температуры вот ну а как же происходит это воздействие солнечное постоянное это поток энергии который приходит на орбиту земли и этот поток практически не меняется течение цикла он меняется на одну тысячную часть то есть 0 1 процент ну это будет о том что солнце стабильно выделяет энергию не поток фактически не меняется вот эти изменения 0 1 продаем может связано с тем что появляются там солнечные пятна и что-то вот ну казалось бы это не должно ни к чему особо проводить вот но другой стороны мы понимаем что это излучение оно падает на атмосферу поток приходящий к земле постоянно но мы падает на атмосферу и часть отражается часть проходит и вот эти части они зависят от того в каком состоянии находится атмосфера вот говорят про антропогенный фактор если какая-то промышленность загрязняет атмосферу то солнечное излучение поглощается больше нагревает меньше отражается вот есть и значит другие аспекты например облачность если облака тоже больше поглощается меньше отражается от чего зависит облака вот как вот мы знаем что значит на землю падает непременно поток космических лучей галактически они галактики существуют везде и поток их извести и они проникают солнечную систему и на землю и постоянно известно сколько частиц на квадратный сантиметр в секунду падают вот и эти частицы являются центрами конденсации в атмосфере облачности вот но поток этих частиц он зависит от солнечной активности потому что дует солнечный ветер он идет вместе с магнитным полем и воздействует на эти галактические космические лучи если поток сильный максимум солнечного цикла то он выметает эти космические лучи и облаков образуется меньше потому что меньше космических лучей попадает в атмосферу если минимум солнечной активности то галактических космических лучей больше и больше облаков вот здесь показано что как раз это соотношение чем выше уровень солнечной активности синяя кривая максимум активности тем меньше космических лучей вот это реальное измерение и это соответствует тому что я сказал вот таким образом вот таким непрямым путем значит солнечная активность может определять процессы приватить влиять на климатические процессы на земле ну вот мы зашли к концу значит солнце данный момент является стабильной звездой находящийся на главной последовательности вот это кривая которая стерилизует эволюцию звезд значит это означает что на солнце очень устойчивое энерговыделение и она еще будет продолжаться примерно 5 миллиардов лет возраст солнца оценивается примерно в 10 миллиардов или с половиной миллиарда лет солнце уже прожил вот мы сейчас находимся здесь на кривой эволюции солнца еще примерно же стоит потом значит выгорит все топлива сначала связаны с водородом потом с гелием потом с более тяжелыми элементами то есть все значит процессы связи не придает произойдут и в итоге значит давление внутри температура упадет давление упадет и солнце расширится превратится такое гигантов красного гиганта который будет огромную поверхность который расширится примерно до орбиты чуть меньше венеры весь попелит естественно меркурий венеру и землю марс наверно вот и поскольку поверхность будет его огромное этого образования то есть это будет много изучать и быстро стынет потом это все опять под действием гравитации очень сильно зажмется до ищет размеров белого фарма где и что будет выраженным состоянием потому что гравитация не имеет сопротивления давления сожмет вещество очень сильно и уже наступить состояние которое описывается только квантовым квантовой механикой так сказать и вот все это вещество часть немножко будет сброшена вот во время периода красного гиганта но основная масса останется и сожмется до расстояния примерно 10 километров это будет колоссальная плотность и вот собственно говоря этим закончится жизнь солнечной системы будет белый карлик и вокруг будет питать обгоревшие остатки уцелевших планет вот ну солнце изучается ночноземными космическими средствами и вот есть целая флотилия космических аппаратов которые работал и работает и планируется к запуску для изучения вот и самого солнца и его воздействия на землю и того что происходит на сфере земли вот целая флотилия космических аппаратов изучает и многое из того что я рассказывал это вот данные с этих космических аппаратов и вот заканчивая значит свой доклад я хочу вам показать этот фильм полет из обсерватории солнечное пятно вот мы уже как бы знаем с вами куда мы летим и что мы увидим это в америке ботсонская обсерватория вот мы удаляемся вверх первое что мы должны встретить что это будет наверное надо потом вот это увидим сухо вот это сам аппарат который мы говорим мир куда это меркурий закрывает нам солнце вот казалось бы солнечные пятна да что это там какие-то пятнышки на солнце на самом деле мы сперва узнали что это не просто таскать пятнышки это магнитные поля которые порождают множество явлений активных эти магнитные арки магнитные поля они постоянно в динамике изменяются рептируют все спасибо за внимание если есть вопросы пожалуйста скажите пожалуйста а вот и более солнечного магнитного поля ее временной цикл смены там где-то 22 года да начнут сначала через один свет через один свет нет почему все влияет значит вот значит значит через один свет магнитное поле меняет знак как бы диполь как будто переворачивается а не вас 11 лет а потом через еще один след то через два года возвращается назад я это называется магнитный цикл хейла 22-летний он стоит из двух 11-летних цифров а наши аппараты сейчас работают значит тут у нас была серия аппаратов коронус коронус и коронус-ф и коронус-фотон вот наиболее удачный был коронус-ф и вот даже была получена кремия правительства за этот проект это очень как бы очень большое достижение потому что давно никто ничего не получал по вообще по космическим исследованиям то есть это было действительно очень значимо и но после этого значит этот проект закончился 2004 году и мы стали готовить проект интервью лизон вот он сейчас находится федеральной космической программе там будет 20 приборов и будут изучаться и вот все эти проблемы связаны с солнечным циклом солнечные вспышки выбросы нагрев короны и участвует очень широкая операция вот сейчас этот проект переданы в ики местных космических исследований это был проект который зарабатывал измеран вот наш вот и мы остаемся как бы там нас четыре пять приборов вот участвует это реки измеран не я фенгу санкт-петербургский физтех значит михи значит я то есть все ведущие учреждения академии наук которые так иначе занимаются солнцем они участвуют вот но в общем произойдет задержка по причине такого экономического скажем кризиса все эти проекты и только интервью и другие они как бы оставлены в программе но ждут денег вот у нас значит этот год последний когда нам там совсем маленькая финансирована со следующего года обещает уже вот там запланированы большие деньги проект начнет финансироваться и там по программе он должен полететь двадцать штом году но наверное будет смещение а название интер гирю зонт ну а у американцев на часом запущен solar probe плюс потому что ну был сначала солнечный зон слова проб и они хотели запускать его через юпитер и чтобы он значит совершил выход из плоскости клиптики и пролетел по параболической траектории совсем близко на расстоянии четырех радиусах солнца но проблема в том что к юпитеру лететь три с половиной года аппарат при этом значит когда он полетит близко солнце будет иметь колоссальную скорость 300 километров в секунду и пролетит от северного до южного полюса всего за двое суток то есть возникает большой риск значит три с половиной года лететь и всего информации за два дня а если что-то случится вообще не да поэтому они решили вот выбрать тот же маршрут что и в интер гирю зонде используют гравитационные маневры венеры которые позволяют приблизить мы при этом аппарат остается плоскость эклиптики практически и приближаются всего на девять с половиной радиусов солнца и в течение примерно 7 лет эти 7 лет вот и он уже летит второй аппарат это значит который готовится должен быть наверное в этом году все таки запущен возможно осенью это соу орбита европейского космического агентства это был единый проект это когда мы с европейцами разрабатывали новый солнечный проект после сохо и он назывался интер гирюс но потом и роскосмос и европейское агентство приняли свои решения что они делаю свой аппарат должен конкурс там и в общем это наш предпобедил но мы хотели делать вместе но потом европейцы решили что они будут делать отдельно на отдельно сейчас так и идет но у нас это трансформировалось то что у нас будет два аппарата и я не буду наклонных орбитах отношению к постпосеклиптики и разделили на четверть периода и один будет сменять другой так что мы всегда будем видеть солнце из вне эклиптического положения один будет в восклиптики другой будет вне и потом они будут сменять и это нужно для того чтобы наблюдать полярную зону где происходит переполюсовка магнитных полей в солнечном цикле так есть еще вопросы так спутник вербелад видит от солнца частицы да а гамма кванта сотников десятки сотки причем где минимум солнца они сейчас как видели вот солнечные вспышка до солнечных вспышках обычно больше одного десяти гав не получить возможно это какие-то может быть переотражение вот за счет магнитных полей вот этих вот частиц галактических от солнца потому что ну предположить что какие-то термоидные реакции происходит верхней атмосфере это маловероятно то есть это вот а вот ускорение электрическим полем вот пересоединяющих только в их слоях оценки показывают что больше одного десяти гав не получить но вот часто задают вопросы на что может ли на солнце произойти что-то такое что уничтожить землю ну такие в общем этим занимались и моделирование проводили вот такой мар масштабировано и оказалось что мы видели эту магнитосферу и значит есть варианты когда вот это вся магнитосфера может стать традиционным поясом то есть эти два рационных пояса сольются и внешней части тоже магнитосферы приблизится не вся но это сфера станет традиционным поясом то есть будет заполнен энергичными частицами это означает что частицы изоляционного пояса могут попадать на любую широту на Земле. Не только на полюс, где вот эти арки опираются, и там насыпание происходит в полюсах, полярное сияние. А раз они будут везде, то эти арки есть, которые замыкаются и на экваториальной области. И это действительно опасно. Моделирование проводилось, и оказалось, что для того, чтобы это произошло, вот, скажем, при воздействии вот этого облака плазмы от Солнца, нужно, чтобы на Солнце происходили явления мощностью в 100 тысяч раз более мощные, чем наблюдаются. И этого быть не может. Так же, как не может быть мощных суперспышек, которые могут ускорять до очень высоких энергий. максимальная энергия 1032, ну, может быть, несколько единиц на 1032-й Эрк. Вот, за все время наблюдения, так сказать, и, исходя из физических соображений, оценки энергетики вот по тем магнитным полям, которые наблюдаются. Ну, все это, спасибо. Спасибо.